На данный момент Евгений Пашутин самый титулованный тренер России. Чемпион страны. Два Еврокубка. Победа на молодежном чемпионате Европы. И это только начало. В декабре тренер Краснодарского локомотива возглавил сборную России. Я Евгений Пашутин и это мои правила жизни. С самого детства я любил спорт и, как все мальчишки, играл в футбол. Но к нам на урок физкультуры пришел тренер, это Жанна Юрьевна Пахмутова. И отобрал всех мальчишек в баскетбольную секцию. И с этого дня начался мой баскетбольный путь. Я полюбил баскетбол. В 18 лет, когда я выступал за сборную Ленинграда, мяч уходил в аут. И зал был маленький в Белгороде, и эмоциональный сам всегда был. И прыгнул за мячом в аут. Разбил окно рукой, достал мяч, но тем самым разрезал все нервы и все сухожилия правой руки. Хотел бы поблагодарить Штейнбока. Меня не отправили в запас, а наоборот. Дали возможность дублирующим составе «Спартака» играть и возможность тренироваться одной левой рукой. И тем самым иметь шанс продолжения карьеры в баскетболе. Левый, 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 коронный. Левый не мажет. Прошел в школу великого тренера Кондрашина, и он привел эту философию играть, защитный контроль игры. Играть умно, и разыграющий должен контролировать и двигать мяч, и вести все нити игры. Лучшие годы, наверное, баскетбольной карьеры прошли в Автодоре, где Владимир Истафьевич Родионов дал возможность играть по 30-40 минут. Позиции разыграющие верил в меня. Даже нам удалось пробиться в Евролигу. К сожалению, кубок не удалось. Мы тогда проиграли в Жальгересу в полуфинале, но не удалось выиграть кубок кубков. Но, тем не менее, Саратов попал в Евролигу, и он выступал в Евролиге. Это ярчайшие, наверное, были годы. Автодор вернул эту интригу, вернул интерес в стране баскетбола. Предложение закончить карьеру поступило от Сергея Валентиновича Кущенко и Душина Ивковича. Я был игроком ЦСКА. Конечно, было для меня это неожиданно новое, но вот эта, наверное, игра на позиции первого номера в Автодоре, когда Владимир Истафьевич Родионов менял тренеров, иногда мы тренировались без тренера. И тем самым вот эта роль помогла в понимании игры в организации. Три года у меня была возможность учиться удушенно, и после этого, конечно, Этера Мессина. То есть еще три года у Этера Мессина. Шесть лет, это как мой, наверное, институт, институт баскетбольный, который прошел. И английский выучил за это время, и понимание баскетбола, и вообще философия жизни, все поменялось. После тренерской карьеры в Питерском Спартаке вернулся в ЦСКА, где год провел ЦСКА в качестве главного тренера. Команда дошла до финала четырех и выступила в полуфинале. То есть это, конечно, невероятный опыт тоже для меня, как уже в качестве главного тренера, а не ассистента. Сейчас я в локомотиве, здесь я фактически на своей земле, родился в Сочи. Здесь в Краснодарском крае высочайший уровень был в прошлом году. Ну и в этом году мы попали в Евролигу, и сейчас в Евролиге локомотив попал в топ-16, первый раз в своей истории. Было два удачных опыта со сборной России. Это победа на чемпионате Европы в Чехове, когда молодежный состав нашей сборной выиграл домашний чемпионат Европы. После этого был, конечно, успех в качестве ассистента Дэвида Блату в 2007-м. Никто не верил в сборную России, тем не менее, боролись в каждом матче. И, конечно, надо отменить ребят, они играли сердцем. И с каждым матчем приобретали ту уверенность, чтобы на правильном пути. Я думаю, что этот опыт пригодится для работы со сборной, с главной командой страны. Все вместе, совместные усилия. И то понимание, то видение баскетбола, которое я получил от работы, от знаний, от великих тренеров, поможет мне для построения сильной сборной России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин